Всем привет! С вами Константин и вы на канале крупнейшей сервисной сети Pedant. На этом канале мы делаем все возможное, чтобы подружить вас с вашими смартфонами. И сегодня мы поговорим о неожиданном тренде в мире мобильной связи. Возвращение кнопочных телефонов. Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь мы расскажем, почему старые модели вновь становятся популярными. И что это говорит о нашем обществе. Начнем с ностальгии. Недавно компания HMD Global выпустила обновленную версию Nokia 3210, что вызвало большой интерес. Но что делают эти простые телефоны такими привлекательными? Многие из нас чувствуют усталость, утомление от постоянного использования смартфонов. Ретро-телефоны предлагают простоту и отсутствие постоянных уведомлений из социальных медиа, что делает их привлекательным выбором для тех, кто хочет отключиться. К примеру, в статье New York Times автор делится своим опытом месячного использования кнопочного телефона, который столкнулся с препятствиями, но и получил удовольствие от простоты использования. Было ли это неудобно? Да. СМС-сообщение Т9 свели его с ума? Определенно. Стоило ли это делать? Абсолютно. Как он к этому пришел? Просто подвел итоги 23-го года, проанализировав свои отчеты экранного времени, которые показали, что он проводил более 5 часов в день за экраном своего смартфона. А какое у вас среднее значение времени? Поделитесь в комментариях. Конечно, большая часть этого времени чаще всего тратится с пользой на занятия, которые обогащают вашу жизнь или являются неизбежными. Работа, семейные переписки, чтение новостей и общение с дальними друзьями. Но, согласно отчету автора, он тянулся к устройству более 100 раз в день, что и привело его к радикальным изменениям. Использование кнопочного телефона не только уменьшило количество времени, проведенного в сети, но и улучшило качество сна и взаимодействия с окружающими. Автор отметил, что общение становится более значимым, а внимание менее рассеянным. Статья из Vice говорит о глупых телефонах, как о способе борьбы с зависимостью от смартфонов. Например, Light Phone. Один из самых популярных глупых телефонов, вероятно из-за его дизайна, поскольку он очень привлекателен. Или Punk'd MP02, если ваша цель заставит людей сказать «Ух ты, круто, что это?». Все они в целом показывают, что простые устройства могут помочь сохранить связь без лишних отвлекающих факторов. Могут быть не просто модным трендом, а знаком растущего движения. Несмотря на удобство новых смартфонов, некоторые пользователи выбирают кнопочные телефоны для определенных аспектов жизни. Например, для уменьшения стресса или улучшения межличностных связей. Но может ли ретро-телефон полностью заменить смартфон? Или существует комбинация устройств, которая поможет справиться с зависимостью? Возвращение ретро-телефонов может выглядеть как шаг назад, но на самом деле это может быть шагом вперед к более осознанному и здоровому образу жизни. Это не просто мода, это способность некоторых людей контролировать свое время и внимание. А как насчет вас? Готовы ли вы попробовать жизнь с ретро-телефоном? Например, Nokia 6300, чтобы духовно вернуться в старые добрые времена. Или Nokia 2780 Flip с одной из лучших камер для фото и видео с разрешением в 5 мегапикселей. Оставляйте свои комментарии, мне интересно узнать ваше мнение. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход новых роликов. С вами был Константин и канал крупнейший сервис на сети в России Pedant. До новых встреч в новых видео. Всем спасибо, всем пока.